Здесь все как на самом настоящем конкурсе красоты. Дефиле в вечерних платьях, шоу талантов и обязательно тюремный креатив. Из того, что под рукой на зоне можно соорудить даже такой костюм. Здесь есть даже свои королевы красоты. Постоянная победительница конкурса Мисс Весна в женской колонии Фируза. Это уже второй срок девушки. Первый раз Фирузу осудили за хулиганство, второй за более тяжкое преступление. Готовились вообще к танцам ко всему 15 дней. Платье изготовили в течение трех суток, потому что сложная работа. Как бы баклажки вырезали вручную, покраска, алюминиевые проводы. Шляпа, как видите, изготовлена из алюминиевых проводов. Но шутить над своим положением женщины не стесняются. Тюремные театральные постановки редко обходятся без привычных шуток. О боже, зачем ты меня создал такой красивой? Именно из-за этого я попала в тюрьму. Но большинство женщин все равно избегают публичности. Даже не все участницы конкурса красоты готовы называть свои имена и давать интервью. Там на воле у бывших заключенных и без того много проблем. После освобождения никто нас за людей не считает. Было бы хорошо, если бы открылись организации по поддержке таких женщин, как я. Чтобы они встретили меня, когда я выйду на свободу. Потому что даже морально нас не поддерживают. Ты выходишь и все, пошел отсюда. А куда? Никто не берет на работу. У тебя есть судимость. Все, ты не человек. Поэтому многие женщины снова и снова возвращаются сюда. Это переживает каждый, кто отсидел срок. Люди говорят, ой, оказывается, судимы. Он, оказывается, отсидел. Если бы нас брали на работу, когда мы выходим, если бы нас как-то поддерживали в обществе, у нас был бы стимул. Мы бы стремились к лучшей жизни. Недавно одна девушка рассказывала, что на свободе она устроилась на работу в кафе. Через две недели кто-то узнал и рассказал о ее судимости хозяйке. Сказал, она же отсидела срок. Хозяйка девушку выгнала. А что ей делать? Как-то надо было выживать. Она снова украла и попала в тюрьму. Через месяц после освобождения. Для сотрудников единственной женской колонии в Кыргызстане многие из них стали как родственники. Есть среди осужденных и такие, кто возвращаются в тюрьму в четвертый или в пятый раз. Сейчас 25% сидят за убийство, 25% за хранение и распространение наркотиков. И в последнее время все больше тех, кто попадает сюда по 166-й статье – мошенничество. Кто-то одалживает лопату и не возвращает, а кто-то деньги. Пострадавшие пишут заявления и их осуждают. Всего в женской колонии находятся около 300 заключенных. Некоторые из них живут здесь с детьми. Тюбек Бегалиева, Кангули Элькеева, Настоящее время Азия, Бишкек, Кыргызстан.